8 сентября, вторник. В студии Виталий Иванов. Программа «Утренний эспрессо» начинает свою работу. Мы приветствуем вас, уважаемые телезрители, на телеканале «Беларусь-4 Брест». Поговорим сегодня, как оказывают профсоюзу помощь к школе, а также почему вторник является самым стрессовым. В гости ждем сегодня человека, который расскажет нам, каким образом получить помощь к школе, а также много другой полезной и актуальной информации. Кто прямо сейчас выходит на работу, не забудьте, пожалуйста, теплее одеться, достаточно свежо на улице, хотя и без осадков. Прогноз погоды в обязательном порядке тоже чуть позже. Прямо сейчас анонс программы. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Поговорим об оказании социальной помощи к началу учебного года. Узнаем, почему вторник считается самым стрессовым днем недели. Вспомним правила оказания первой медицинской помощи. Вот вопросы, которые мы сегодня будем поднимать в программе, связанные с вакцинацией гриппа, а также действительно можно ли еще получить помощь к школе. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на протяжении всей программы. Много интересной информации мы для вас подготовили. Прямо сейчас прогноз синоптиков. Все-таки брать ли сегодня зонд, узнаем, какая погода ждет нас в разных регионах Брестского, Брестской области. Оставайтесь с нами, скоро вернемся к вам и продолжим нашу программу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Брест! Брещане, просыпайтесь! Доброе утро, город Пинск! Кобрин, доброе утро! Доброе утро, Брестская область! Город Жавельков и рядом, доброе утро! Доброе утро всем! Город Пинск, доброе утро! Доброе утро, Ляхович! Любимый Брест, доброе утро! Ученые из Калифорнии, проанализировав более 300 тысяч твитов по всему миру, пришли к выводу, что оказывается, по вторникам люди высказывают самые отрицательные эмоции именно в интернете и именно во вторник. Также вторник, по мнению тысяч респондентов, считается как самый длинный и стрессовый день недели. Ну, как уже выяснилось, уже какая-то накапливается усталость. А до уикенда еще надо выдержать 4 дня. Ну, что удивительно, самый стрессовый день, вторник, является наиболее продуктивным. Опрос агентства определил, что многие считают вторник наиболее значимым для концентрации усилий на рабочих задачах и планирования загрузки на оставшуюся часть недели. Остается поверить в себя и действовать. Несмотря на то, что сегодня вторник, друзья, сохраняем отличное и хорошее настроение и помним, что запланированные дела на всю неделю именно во вторник обязательно получатся. И такие дела могут войти в историю. День в истории продолжит нашу программу. Рубрика от Утреннего Эспрессо. Вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1636 году решением Законодательного собрания колонии штата Массачусетс в городе Кембриджи вблизи Бостона был основан колледж. В 1639 году колледжу было дано имя первого благотворителя и министра Джона Гарварда, завещавшего новому колледжу половину своего имущества и библиотеку. В 1812 году родилась русская аристократка, супруга великого русского поэта Александра Пушкина. Руки будущей жены Пушкин добивался почти два года и в этот период создал множество блистательных стихов, посвященных ей. За шесть лет семейной жизни у пары появилось на свет четверо детей. В 1919-м родилась Людмила Целиковская, советская актриса театра и кино. В 40-е годы прошлого века она стала настоящим кумиром для множества жителей Советского Союза, снявшись в музыкальных комедиях военного времени «Антон Иванович Сердец», «Близнецы», «Сердца четырех», «Воздушный извозчик» и «Беспокойное хозяйство». В 1941-м началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. По плану Гитлера город должен был быть уничтожен. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск, немцы решили взять город измором. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей. Осада длилась 872 дня. В этот день, в 1967 году, Государственная комиссия приняла с высокой оценкой в постоянную эксплуатацию братскую гидроэлектростанцию. На реке Ангаре в Иркутской области. Ставшую на момент введения в строй крупнейший в Советском Союзе. Статус крупнейшей в мире она сохраняла до 1971 года. В Республике Беларусь, как и в других регионах Европы, начата вакцинация от гриппа. В 2020 году она пройдет в особенных условиях с учетом пандемии коронавируса COVID-19. Также продолжает циркулировать население другие вирусные инфекции. В период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается совместная циркуляция разных вирусов. И риск заражения одновременно несколькими вирусами очень высок. Прежде всего, опасность представляет сочетание у человека коронавирусной инфекции, как я уже говорил, и сезонного гриппа. Многочисленные независимые исследования и анализы международного уровня демонстрируют беззаговорочную пользу вакцинации против гриппа, как индивидуальную, так и общественную. Специалисты, напоминаю, что вакцинация против гриппа полезна, и вакцины можно использовать уже с 6-месячного возраста. Конечно, перед этим надо проконсультироваться с врачом. Специального какого-то обследования врачебного не требуется. Если вы вакцинировались и ранее, ваш организм, конечно, уже к этому более-менее приспособлен. В 2020 году в нашей области планируется привить не менее 40% населения, 75% из групп риска – это врачи, учителя и другие категории. Вместе с тем, это не только вопрос заботы о собственном здоровье и общественном здоровье, но и, наверное, забота о каждом из нас и о своих близких. Вакцинация против гриппа – это ваше ответственность за здоровье других. Надеемся, что мы не заболеем, и это только лишь прививка, которая приведет только к положительным последствиям, то есть вы не заболеете. Мы всем желаем здоровья, хорошего настроения сегодня и продуктивного вторника, несмотря на то, что многие считают, что вторник такой достаточно негативный день недели. Нет, дорогие друзья, если мы сделаем его позитивным, он таким, конечно, и будет. Далее обзор прессы. В нашей программе узнаем, о чем пишут печатные источники издания. Возможно, вас заинтересует какая-то статья, и вы зайдете в газетный ларек и купите газету. Как когда-то замечательный запах печатного издания, газеты. Такое же, значит, что-то интересное, при этом достаточно комфортное, друзья. Итак, обзор прессы в «Утреннем эспрессо». Скоро вернемся. 1 сентября в Пинске, как и по всей республике, прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. В Полесском госуниверситете День знаний решили отметить по-особенному. На грибной базе с дюшор по грибным и парусным видам спорта первичной профсоюзной организации «ПолесГУ» прошла регата «Полеский командор» среди команд факультетов и лицея. Студенты соревновали в заплыве на Ялах. Подробнее в свежем номере газеты «Пинский вестник». Помощник президента Республики Беларусь, инспектор Побресской области Анатолий Маркевич накануне Дня знаний посетил Пинск. В ходе рабочего визита Анатолий Мячеславович встретился с педагогами и студенческим активом Полесского государственного университета. Подробнее в материале «Пинского вестника». С особым трепетом и волнением новый учебный год встречали учащиеся и педагоги Стытычевской средней школы. В День знаний на базе учреждения образования открылся новый спортивный зал. Подробности у корреспондентов газеты «Пинский вестник». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Более 20 подземных контейнеров для сбора мусора появятся в Бресте уже на этой неделе. Такая форма сбора отходов эстетична, экологична и, как показывает практика, практична. Так показала, кстати, практика последних лет. О преимуществах и цене вопроса, простите, на следующий сюжет. Смотрим. Бак с мешком внутри, две трети в земле. На поверхности малая часть с крышкой. Все это и есть подземные контейнеры, которые появились 4 года назад на улицах Морозова и Воровского в Бресте. Уже не ноу-хау, они быстро прижились и стали незаменимыми для жителей. По три контейнера на площадке, объем каждой 2,5 кубометра. Чем не лучший способ экономии дворовой территории, эстетика и современный внешний вид. К тому же, раз и навсегда, решен вопрос с неприятным запахом. Председатель правления жилищного кооператива Кирилл Дмуха уже не представляет более удобного варианта. Птицы, кошки, да и когда приезжает мусорная машина сверху с загрузкой, что это все очень часто разлеталось по всей территории. Ну, естественно, жалобы не только жильцов, того же самого дворника, который это все дело приходилось убирать. Изначально было всего только три вот этих вот. Был отдельно коммунальные отходы, стекло и бумага. Привычка уже есть. Привычка появилась, люди разделяют. Размещение контейнеров именно в этих районах обусловлено плотностью населения. Одна площадка позволяет обсужить четыре многоэтажки. Новый проект предусматривает еще более комфортные условия. На основании номер семь директивы президента Республики Беларусь о совершенствовании системы ЖКХ было постановление обл. ЖКХ города Бреста о изменении обращения с коммунальными отходами. В связи с этим в районе Ковалева будут обустроены 23 заглубленных контейнера на 13 контейнерных площадках. Данные контейнера будут уже больше емкости. Там будут пятикубовые контейнера. Для сравнения один такой будет равен пяти наземным евроконтейнерам. К тому же новые баки будут неимпортными. Покупка обошлась городу в 2820 с белорусских рублей за единицу. Рядом будут установлены контейнеры для вторичных ресурсов. Такая форма сбора твердых бытовых отходов распространяется. Новые единицы сбора мусора – комфорт горожан. Новосибирск. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая дорогая белорусская монета. Это белорусский балет номиналом тысяч рублей. Ее отчеканили на немецком монетном дворе в 2014 году. Тираж 49 экземпляров. Монета сделана из золота 999-й пробы. Ее вес 155,5 граммов, диаметр 65 миллиметров, стоимость 99,5 тысяч долларов. Самая дорогая банкнота в СНГ. Она находится в обороте Республики Беларусь. В пересчете на курс в октябре 2019 года стоимость 500-рублевой купюры равна 242 доллара США. В преддверии 2020-2021 года во всех регионах Беларуси многодетным и малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста, традиционно государство оказывает поддержку. Огромное значение в этом имеют, конечно, профсоюзные организации, которые по поручению государства этим заняты. Всего в Беларуси помощь составила свыше 7,5 миллионов рублей. Это, кстати, в Брестской области не исключение. И значимая доля, как я уже говорил, у профсоюзных организаций. Более подробно об этом социальной поддержке семьи к школе мы поговорим сегодня с нашим гостем. В студии Николай Шум, председатель Брестского областного объединения профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси. Доброе утро, Николай Николаевич. Доброе утро. Как утром вообще просыпается? Нормально. Наверное, кто рано встает, всегда дела получаются. Вот сегодня обсуждали, кстати, тему вторника, что вторник является таким стрессовым самым днем. Наверное, для людей, которые ежедневно сталкиваются с такими социальными задачами, каждый день важный. И не обязательно, что он должен быть вторником. Насколько сегодня востребована помощь? Насколько вообще в принципе, как мы уже сказали, государство оказывает большую помощь в подготовке семьи к школе? Профсоюзные организации занимают ключевую роль в этом направлении? Да, действительно, мы традиционно оказываем поддержку в подготовке детей к школе. У нас уже наработан опыт, есть определенная система этой работы. Причем участвуют профсоюзы практически всех уровней. Областные, районные, городские, отраслевые профсоюзы. Ну и, конечно, наши первичные профсоюзные организации, которые находятся на местах непосредственно на предприятиях и в организации. Кто может рассчитывать на такую поддержку? Практически может рассчитывать каждый работник, работающий на предприятии и в организации, конечно же, член профсоюза, ну и имеющий детей школьников. Также мы оказываем поддержку социальным учреждениям. Например, у нас подшефное социальное учреждение, это городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Поэтому мы оказываем этому учреждению поддержку. И другие наши профсоюзы имеют такие же подшефные учреждения. Порядка 37 учреждений у нас в профсоюзах в области имеются. А отраслевые профсоюзные организации, вот, например, культура, образование и так далее, это ваша, скажем так, общая система, вы контролируете, да? Да, они входят в структуру нашего Совета Объединения. Там же такая же политика проводится? Да, ну, конечно, в первую очередь мы обращаем внимание на малоимущие семьи, где семьи неполные, где есть дети-инвалиды, на многодетные семьи. Вот, в первую очередь, на эти семьи обращаем внимание. Человек, который не многодетный, не инвалид, у него нету в семье, ну, он столкнулся с ситуацией, когда необходима такая помощь. Что необходимо делать? Идти в профсоюзную организацию по месту работы, идти к вам, обращаться вот в отраслевую профсоюзную организацию, либо это не имеет, ну, как бы нет этой возможности, раз у тебя нет этих, ну, скажем, льготных категорий? Нет, не обязательно. Любой человек претендует, я, как сказал, у которого есть дети-школьники. Есть некоторые предприятия, которые в своих коллективных договорах прописали, что каждый работник имеет такое право, у кого есть дети-школьники. И многие так и действуют, но некоторые определили определенные категории. Поэтому вся эта система прозрачна, люди знают, на что они претендуют, и, конечно, могут обратиться вышестоящие профсоюзы отраслевые, к нам областное объединение. Мы всегда расскажем. Хорошо, давайте поговорим немножко о цифрах. Есть какие-то итоги уже, школьный сезон начался, оказанная помощь. Что, какая цифра у нас по Брестской области, какие направления? В Брестской области мы, профсоюзы, уже оказали поддержки на сумму 870 тысяч рублей. Хочу сказать, что эта поддержка постоянно растет. Вот за эту пятилетку, первый год пятилетки мы начинали 400 тысяч, в прошлом году 600 тысяч, вот постоянно прибавляем. Суммы из профсоюзных взносов, я так понимаю, да? То есть как формируется этот общий бюджет? Это люди, которые состоят в профсоюзах, накапливаются, и потом имеют право на эту помощь? Ну да, выплачиваются же профсоюзные взносы, первичная профсоюзная организация может оказать помощь. Также потом взносы централизуются. Дальше в отраслевых профсоюзах, отраслевые профсоюзы могут тоже оказать помощь. Насколько отраслевые профсоюзы имеют свободу выбора? Я, ну, вопрос такой немножко, скажем так, корректированный, потому что сам я работаю в управлении, в профсоюзной организации управления культуры, вот столкнулся с этой ситуацией, и действительно это работает, и насколько профсоюзы имеют этот выбор, и могут на местах определять вот эту точечную помощь? Или они должны согласовывать все с вашей высшестоящей инстанцией? Нет, профсоюзы на местах определяют, у них, я сказал, есть коллективные договоры, где это прописано, условия поддержки, это все прозрачно, люди это знают, понимают, поэтому оказываются на местах. Ну, а если кто-то обратится в высшестоящую инстанцию, мы также окажем эту помощь. Оказывается ли помощь в течение года? Вот давайте поговорим о сроках, то есть люди, например, вот пропустили начало скольного периода, что-то, может быть, не успели подготовить документы, или как-то не обратившись, есть ли возможность обращаться в течение года в рамках вот этой помощи в школу? Значит, вообще у нас действует такая постоянно круглогодичная акция профсоюза детям, в рамках этой акции мы многие проводим мероприятия, благотворительные, вот сейчас будем к новогодним, рождественским праздникам, мы оказывали помощь на летнюю оздоровительную кампанию, но вот сейчас непосредственно к новому учебному году. Ну, конечно, эта помощь оказывалась в августе, перед началом учебного года, но если кто-то не успел, не обратился, мы готовы рассмотреть и в сентябре сейчас. Можно будет, да? То есть что все равно, прежде всего, должен делать человек? Идти по месту работы в профсоюзную организацию? Ну, в первую очередь, конечно, по месту работы. Человек знает, какие там условия поддержки, какие нормы поддержки, поэтому непосредственно, конечно, профсоюзную организацию. Если там не получается, можно к вам обращаться? Можно обратиться, да. Ну, я думаю, что решаются эти все вопросы на местах. Уважаемые телезрители, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. Он в студии, председатель Брестского областного объединения профсоюзов, Федерации профсоюзов Беларуси. Николай Николаевич Шум, вы можете задавать свои вопросы. Номер Viber 821 55 55. Возможно, у вас есть какие-то вопросы к нашему уважаемому гостю, и, возможно, мы сможем их в прямом эфире решить. Обращайтесь, пожалуйста, пишите 821 55 55. Как часто семья может обращаться за такой помощью? И, возможно, ли неоднократные обращения? То есть, в принципе, вот каждый год или разово, точечно. И как вы выбираете все-таки? Или стараетесь помочь всем? Мы, конечно, стараемся помочь всем, но понятно, что средств где-то не всегда достаточно. Поэтому, конечно, вот эта разовая именно к школе помощь, но вообще, я сказал, в рамках акции профсоюзов и детям мы оказываем различную помощь по различным направлениям. Николай Николаевич, ну, не могу не спросить, пользуясь сегодня возможностью нашего прямого эфира, профсоюзная организация. Много звучит сейчас мнений, и не только сейчас, о том, что где-то это устарело, где-то есть такие проблемы в развитии. Но, понимая и общаясь в коллективах, то есть все-таки сталкиваясь с этим, я, например, вижу и чувствую, что профсоюзная организация имеет серьезную помощь, может оказать человеку. Насколько сегодня, каковы настроения, и как профсоюзная организация, в принципе, развивается? Потому что это такое, знаете, фундаментальное объединение, которое выполняет конкретные, очень серьезные задачи. Вот не могу не спросить. Ну, профсоюзная организация – это самая массовая общественная организация, поэтому да, мы постоянно развиваемся. У нас появляются новые члены нашей профсоюзной федерации, поэтому мы постоянно идем вперед. Ну, и, конечно, мы смотрим будущее, если говорить об этой акции профсоюза детям по подготовке в школе, то мы понимаем, что инвестиции в образование – это инвестиции в будущее, поэтому мы в этом заинтересованы, чтобы развивалась экономика, и поэтому мы это все поддерживали и всегда будем поддерживать. Приоритет все-таки – помощь детям. Конечно. К летнему сезону вы говорили, что вы оказываете им помощь. Что это за помощь? Это материальная помощь к оздоровительному лагерю? Да, это на летнее оздоровление детей. Насколько заранее должна семья обращаться, чтобы запланировать отдых? И можно ли обратиться к зимнему периоду, когда дети уезжают в зимний период в какие-то лагеря? Ну, вот мы именно оказываем по нашему положению к летнему периоду. Хотя можем рассмотреть где-то индивидуальные обращения. В каком виде государство оказывает эту помощь? Что это? Вот и в рамках школы. Это какие-то канцелярские преднадлежности или материальная помощь? Что это такое? Товары какие-то к школе? Что это? Ну, вот для учреждений социальных, для учреждений образования мы оказывали как финансовую помощь, так и на укрепление материально-технической базы по приобретению товаров определенных. Для семей это преимущественно, конечно, канцелярские товары, школьные принадлежности. Хотя, может быть, да, рюкзаки, может быть и обувь, и одежда. Вот я лично выезжал в некоторые многодетные семьи. Преимущественно были, конечно, канцелярские товары, школьные принадлежности. Вот запомнилось по Ивановскому району. Там одна семья, все девчонки, а один мальчик. Так вот, они отдали предпочтение ему. И одели этого мальчика снова до головы, красивый костюм там. Девочки, наверное, захотели себе так вот, красиво тоже, да, когда брат, когда 80... А сколько девочек, не помните было? По-моему, 4. 4 девочки. Да, поэтому они такое вот сделали приятное для своего брата. На сегодняшний день, вот как вы видите дальнейшее развитие профсоюзной организации? Какие-то реструктуризации, может быть, реформы, какие-то нововведения? Вы, как председатель профсоюзной организации, наверняка имеете этот стратегический план. Как дальше вы видите развитие вот этого объединения и актуально ли оно на сегодняшний день? Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы расширялся состав наших участников. Конечно, не исключено какое-то реформирование. Сейчас рассматривается на уровне федерации эти вопросы. Мы сейчас будем анализировать, как мы вот действуем в текущей ситуации в различных направлениях. И, конечно, будем принимать меры по совершенствованию нашей работы. Какие-то ближайшие мероприятия, может быть, планируются участвовать или в таких мероприятиях общественных? Ну, вот сейчас самое ближайшее мероприятие это дожинки. Да, конечно, мы будем участвовать. И нас по положению мы награждаем победителей. Вот, в частности, я буду награждать семейные экипажи. Тоже многодетные будут или здесь уже нет? Ну, тут семейные экипажи. По принципу там, допустим, отец и сын, там муж и жена. Традиции, которые сохраняются в профсоюзной организации, они должны приумножаться. Насколько сегодня люди активно вовлекаются в этот процесс и насколько готовы продолжать эти традиции? Вот как вы чувствуете эту ситуацию? В регионах? Вот как ситуация обстоит в отраслевых профсоюзах? Вот управление культурой, профсоюз управления культурой, четкая, слаженная работа, потому что, ну, как бы сталкиваешься с этим напрямую. Как в других отраслях ситуация вообще? Ну, у каждого профсоюза, конечно, есть свои проблемы, но все эти проблемы решаемы. Вот вы назвали профсоюз культуры, у нас один из самых таких крепких профсоюзов, это профсоюз работников промышленного комплекса. Конечно, там есть свои проблемы, но все эти проблемы решаются, и мы дальше развиваемся. Ну, а если у людей есть проблемы, то можно обращаться в областное объединение профсоюзов, Федерации профсоюзов Беларуси. В том числе, кстати, в электронном виде, очень продвинутый сайт у вас. Есть электронное обращение, можно оставить эти заявки. Вот, и какие-то, если возникают вопросы, можно обращаться к вам. Да, пожалуйста, пускай люди обращаются, мы всегда рассмотрим. И найдем положительное решение. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, благодарим за беседу нашего гостя. Николай Николаевич Шум был у нас сегодня в гостях, председатель Брестского областного объединения профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси. В Беларуси мы обсуждали тему подготовки детей к школе, ну и приняли, ответили на вопросы, которые задавали, поняли, что не только к школе можно получить такую помощь, а также в течение года. Дорогие друзья, если есть какие-то вопросы, обращайтесь, пожалуйста, на сайт профсоюзной организации профсоюза в Беларуси. Обязательно найдете помощь, которую ищете. Далее в нашей программе «Дочки и сыночки». Когда стоит идти к детскому психологу? Поговорим об этом с нашим специалистом. Кристина Миличенко знает подробности. Узнаем и мы. Доброе утро. В прошлом выпуске мы затронули тему обращения к детскому психологу. Когда это стоит сделать? Сегодня мы узнаем еще ряд изменений, заметив которые в вашем ребенке, необходимо проконсультироваться со специалистом. У ребенка резко изменилось поведение, настроение. Например, он был активный, стал пассивный. Стал агрессивным, а был очень тихим. И наоборот. То есть у ребенка изменились какие-то эмоциональные реакции. Или, например, вы видите, что у него нет друзей, и он принимает участие в травле. Причем независимо от того, травят вашего ребенка или он травит друзей. Все это указывает на проблемы в отношениях. Более того, ребенок резко стал послушным, с тихим, спокойным поведением. Это тоже может скрывать в себе проблему. Вы должны насторожиться, увидев все неожиданное, непредсказуемое, чего еще вчера не было, а сегодня уже есть. Родители, занятые своими проблемами, не всегда замечают, что ребенок стал менее весел, внимателен, активен. Стоит прислушаться, если тревогу бьет преподаватель, школьная медсестра, завуч или врач. Трагедию устраивать ни к чему, но не стоит и недооценивать эти сигналы. Если поступили жалобы от воспитателя либо учителя в учебном учреждении, бить тревогу так сразу не надо родителям, но, конечно, взять во внимание, не игнорировать это, конечно, сто процентов тоже нужно. То есть вы сначала, конечно, должны пойти на беседу, узнать информацию, откуда, что и почему. Возможно, дать этому же воспитателю и учителю со своей стороны ту информацию, о которой воспитатель и учитель не знают. Учитель многое может понять, поговорив с вами. А вы, в свою очередь, если ребенок, например, подрался в школе, выясните, с кем была драка, кто еще был рядом, какие в целом отношения в классе. Это поможет понять, почему ваш ребенок повел себя так, а не иначе. Может быть, его спровоцировали, прежде чем принимать меры, нужно прояснить всю картину. Если окружающие посмеиваются над ребенком или издеваются над ним чаще, чем над остальными детьми, психолог поможет разобраться, почему он постоянно оказывается в роли жертвы и изгоя и поможет изменить его поведение и ситуацию. Причем сделать это можно в любом возрасте, как в 3 года, так и в 14 лет. Часто проблемы связаны с непониманием. В разном периоде развития ребенок разный и сам не всегда хорошо себя понимает. По этим и другим причинам могут появиться даже частые простуды или неловкость движений. Ребенок может сразу отреагировать на какую-то ситуацию, а может подавить эмоцию и тогда разболится живот или голова. Дорогие родители, не бойтесь вести ребенка к детскому психологу. Это не значит, что вы не справились. Это значит, что вам не все равно. Даже если видимой причины нет, это послужит хорошей профилактикой и шагом к улучшению качества жизни не только вашей, но и ребенка. Овны будут слегка ошарашены многозадачностью этого дня. Предвидятся ситуации, в ходе которых придется выкручиваться на ходу и искать единственно правильный ответ. Звезды предупреждают – не суетитесь. У тельцов появится дерзкий план, как приблизить финансовый или карьерный успех. Но не пытайтесь выполнить сразу все, что появится в мыслях. Близнецов может потревожить чей-то звонок. Вам нужно держать себя в руках и не идти на открытый конфликт. Других неприятностей не предвидится. Ракам не придется лезть за словом в карман, столкнувшись с грубой или слишком властной особой. Скандал, скорее всего, не разгорится. Львам гарантирован повышенный общественный интерес. Это на руку тем, для кого важен самопиар. После полудня может появиться некая гениальная мысль. Демон будет сложно доносить свои мысли до близких. Возможно, куда-то исчезнет ораторский дар или в мыслях возникнет истинный хаос. Как можно скорее разберитесь в себе. Весы смогут блеснуть остроумием и красотой. Скорее всего, природное обаяние поможет решить довольно сложный вопрос, связанный с профессией или финансами. Скорпионы не застрахованы от небольших передряг на работе. Возможно, вспыхнет конфликт с кем-то из коллег. Гороскоп рекомендует контролировать свои эмоции. Стрельцов может насторожить чья-то фраза. Пытаясь прояснить ситуацию, не стройте догадки на основе обрывочной информации. Лучше переключите внимание на что-то другое. Козерогам нежелательно приступать к новым делам. Скорее всего, они окажутся напрасной тратой времени, денег и нервов. Звезды советуют провести этот день налегке. Водолеи рискуют проявить неоправданный эгоизм в общении с самыми близкими. В остальном, вторник неплохо подходит для выполнения ранее начатых дел и старта новых идей. Рыбам нужно изменить свое отношение к каждой повинности. Полюбите работу, научитесь уважать близких людей, ищите и находите позитивные стороны в том, что привыкли считать рутиной. Барановичи, доброе утро! Брестская область, доброго утра! Городу Бресту желаю от чистого сердца очень-очень доброго утра! Город Брест, я желаю тебе доброго утра, доброго дня и доброго вечера! Город Брест, доброе утро всем! Доброе утро всем и замечательного дня! Малорита, доброе утро! Барановичи, доброе утро! Ляховичи, доброго всем утра, хорошего настроения! Каменец, доброе утро! Иванова, доброе утро! Добро утро! Малорита, доброе утро! Творец! Творец! 12 сентября в агрогородке Дывин Кобринского района состоится областной фестиваль ярмарка Тружеников села Дожинки 2020. В программе фестивали работа городом-ностиров, спортивные мероприятия, праздничное шествие и разнообразные концерты. В 22 часа все закончится праздничным салютом. Приглашаем принять участие. Ну, друзья, суть по фотографиям, смотрим, вспоминаем, как это все обычно происходит. Всегда это очень интересное такое мероприятие, которое включает в себя традиции предыдущих поколений, традиции, которые принимает современное поколение. Вот мы сегодня с гостем обсуждали, кстати, что тоже профсоюзная организация примет участие в этом большом празднике. Друзья, если есть время, обязательно посетите это торжество. В году вырос прекрасный урожай, стоит действительно наградить тружеников села, благодаря которым такой урожай мы смели собрать. Ну, далее очень полезная актуальная информация. Никогда, как говорится, не надо забывать про дни ежедневные, как может быть случится, ну, не дай бог, что такое событие, конечно, случится, но вдруг пригодится вам. Всегда нужно знать правила оказания первой медицинской помощи. Советы от Красного Креста прямо сейчас, как делать непрямой массаж сердца, а также оказать первую медицинскую помощь, знают специалисты. Добрый день. Первая помощь – это комплекс мер, направленных на сохранение жизни и здоровья пострадавшего. И первую помощь должен уметь оказать каждый. Несчастные случаи, травмы и болезни – все это случается, как правило, внезапно. Научиться правильно оказывать первую помощь себе и окружающим, действовать решительно и без паники в кризисных ситуациях можно на курсе «Первая помощь» Белорусского общества Красного Креста. Он разработан в соответствии с европейским стандартом и доступен каждому. Специальная подготовка, медицинское образование не требуется. Слушатели получают необходимую теоретическую подготовку и на практике отрабатывают алгоритмы действий в различных ситуациях. Сегодня поговорим о той помощи, которую необходимо пострадавшему, если он находится без сознания и без дыхания. Для проверки сознания человека надо окликнуть. Вам помочь? Если человек не отозвался, опускаемся возле него на колени. Можно легко пошевелить его за плечи. Что случилось? Вам помочь? Если человек не отзывается, можно заподозрить, что он без сознания. Для проверки дыхания во время распространения вирусной инфекции достаточно понаблюдать за движениями грудной клетки. Для этого освобождаем грудную клетку от верхней одежды и наблюдаем за грудной клеткой. Если движения грудной клетки отсутствуют, значит, человек не дышит. Состояние, когда человек находится без сознания и без дыхания, является угрожающим для его жизни. Поэтому необходимо срочно вызвать скорую помощь и приступить к оказанию сердечно-легочной реанимации. Перед началом сердечно-легочной реанимации необходимо определить место для рук. Зрительно соединяем плечо и нижний край ребер с двух сторон. На место пересечения накладываем основание ладони. Сверху накрываем второй рукой и пальцы приподнимаем вверх и делаем сильное надавливание. Глубина нажатия должна быть 5-7 сантиметров. Частота – 2 нажатия в минуту. Таким образом оказывается сердечно-легочная реанимация до приезда скорой помощи или до того момента, когда пострадавший покажет признаки жизни или до того момента, когда оказывающий помощь сам очень сильно устанет. Важное дополнение. Оказывать сердечно-легочную реанимацию необходимо только на твердой поверхности. И если человеку стало плохо на кровати, надо его переместить на пол. И перед этим обязательно проверить на наличие сильных кровотечений, потому что сначала надо остановить кровотечение, а затем приступать к сердечно-легочной реанимации. Первая помощь спасает жизни. Каждый должен уметь оказать первую помощь пострадавшему. Кто желает обучиться полному курсу, обращайтесь в Брестскую областную организацию Белорусского общества Красного Креста. Дорогие друзья, всем еще раз хорошего вторника. Сегодня мы благодарим студию Жордан за прекрасную композицию цветочную, которая нас окружает. И хотим сказать, что если у кого-то вторник не очень позитивный, окружите себя цветами, а также добрыми делами. Тогда все будет получаться прекрасно и замечательно. Ну а наша программа далее продолжается. Оставайтесь, пожалуйста, на четверке. Впереди много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова